Всем привет! Приветствую вас на очередной встрече экспертно-аналитического клуба. Как вы все знаете, в Беларуси у нас началась горячая пора. Это не только касается погоды, это также касается политики. Началась предвыборная кампания. И вот сюрпризы всей этой предвыборной кампании мы сегодня с вами будем обсуждать. Еще раз я об этом говорил, но прошу всех наших гостей, кто не является спикерами, на время выступления спикеров свои микрофоны выключить. Нашу встречу мы записываем и впоследствии мы планируем ее выложить в открытый доступ. Напоминаем также, что у нас действует правило Chatham House Rule, оно не отменено, но применяется по предварительному уведомлению. То есть, если вы хотите сказать что-либо, что вы не хотите, чтобы попало в запись и что вы не хотите, чтобы цитировалось с вашим именем, то, пожалуйста, перед перед вашей репликой предупреждайте нас, мы будем ставить на паузу запись. Ну и остальные участники дискуссии так узнают, что цитировать с вашим именем эту реплику не надо. Ну и я в общем закончил со своим вступительным словом и передаю моему самодератору Валерии Костюговой слово, и мы начинаем. Всех приветствую, очень приятно всех здесь видеть, радостно, что мы готовы принять участие в этом обсуждении. Мы предлагали несколько вопросов к обсуждению, в частности, вопрос о массовом выдвижении, но время дало ответ на этот вопрос, то есть массовое выдвижение, да, действительно, как мы теперь видим, свидетельствует или коррелирует, так минимум, с более массовым участием граждан в принципе в политике. Я бы предложила и еще минуту, у меня просто очень маленькое замечание по поводу сюрпризов. Надо сказать, что вот как раз снятие Григорьевича с гонки вернуло нас, ну, многих из тех, кто присутствовал на том обсуждении после парламентской кампании к ним, к его стенограмме и, собственно, все, буквально все, что происходит в эту кампанию, уже тогда можно было видеть. Так что не такие уж тут сюрпризы, хотя, надо сказать, просто, ну, забывается это за межвыборные сезоны, как это вообще выглядит. Ну, с другой стороны, именно очередей на подписи я лично не видела никогда и не думаю, что они были. Я предлагаю начать наше заседание с выступления Артема Шрайбана, который уже обдумал всю эту ситуацию и вот на Карнеге прямо ее хорошо все рассказал. Я думаю, он, ну, как бы, задаст старт для обсуждения. Добрый вечер, день, спасибо большое. Я, наверное, пойду по простому пути, по вопросам, которые были в анонсе и постараюсь очень коротко, пять-семь минут поговорить. Я думаю, лучше оставить больше времени на дискуссии, они у нас обычно жаркие. И вот массовость выдвижения кандидатов лично для меня не говорит практически ни о чем, потому что, если мы уберем из этих списка кандидатов тех, кто не идет и не шел в компанию собирать подписи, то мы получим плюс-минус не сильно выдающиеся 20 инициативных групп, даже меньше из тех, кто хотя бы декларирует намерение собрать 100 тысяч подписей. Уже второй вопрос, есть ли там ресурсы на это. Но это не значит, что компания ничем не отличается от предыдущих. Конечно же, мы видим по абсолютно многим уже индикаторам рекордную политизацию в белорусском обществе, наверное, со времен 10-го года. Мне кажется, что ничего подобного в плане оживления протестной активности, политического интереса, вообще вовлеченности до того аполитичных людей в процесс мы не видели. И здесь я мостик ко второму вопросу переброшу. Мне кажется, что непосредственным триггером этого стала пандемия. Потому что она, ну вот большинство из нас живет в Белоруссии, мы все понимаем, что вот поведение власти, а в первую очередь риторика власти. То есть, да, у нас был абсолютно такой своеобразный курс по отношению к ограничениям, не введенные не то что карантин, а какие-то даже разумные ограничения на массовые мероприятия. И в целом нельзя сказать, что белорусское общество на 100% было бы за карантин, к примеру. Вопросы Сатио показывают, что это не совсем так. Было 70% за отмену массовых мероприятий, но поддержка действительно жестких таких мер, похожих на то, что вводили Франция, у нас было на уровне 20-30%. Но вот эта риторика, которая сопровождала это со стороны Лукашенко, вот эти немножко оторванные от реальности советы, довольно пренебрежительные отношения к медикам, к больным, к бизнесам, которые теряют доходы, потеряли работу, идите ищите работу. Я думаю, что это стало таким очень важным триггером раздражения не только для масс, но и для кандидатов. Если вы внимательно послушайте, что говорит Бабарико, то он говорит, что именно пандемия вкупе с рисками, исходящими от дорожных карт, стали для него последней каплей, к чему надо идти. Думаю, что и у Циткала это было не последним, скажем так, с аргументом, потому что это тема, по которой они без стеснения критикуют власть. То есть в остальном и Бабарико, и Циткало стараются больше говорить о себе и о своих позитивных повестках, чем о каком-то таком несогласии с Лукашенко. И даже, по-моему, один из них сказал, Бабарико сказал, что я иду не против кого-то, я иду вообще не в оппозиции к кому-то, а я иду со своей повесткой, но вот в вопросе пандемии они оба смело критикуют Лукашенко и его курс действий, потому что понимают, во-первых, что это болезненная тема, во-вторых, что это популярный месседж, особенно среди их целевой аудитории. И вот здесь мы переходим к третьему вопросу, какие слои для русского общества представляют потенциальные кандидаты, а какие нет, каковы стратегии ресурсов санкционного претендента. Вторая часть вопроса, она очень большая, мы ее можем подробнее потом проговорить, про стратегии и ресурсы. Но вот про слои белорусского общества, ну, я думаю, здесь тоже все довольно не, скажем так, без сюрпризов. Бабарика и Цевкало, на мой взгляд, работают примерно на похожую аудиторию. Это аудитория вот того, что в российских терминах называется креативным классом, это жители больших городов, это люди с высоким образованием уровня, с более высоким уровнем дохода, хотя не только, даже вокруг меня есть много людей, которые не зарабатывают большие деньги и наоборот, безработицы хронической и они подписывают вступать в группу Бабарика, например. Мне кажется, что они пока не противопоставляют себя друг другу и поэтому сложно отделить аудиторию от одного от другого. Мне кажется, просто те, кому по каким-то причинам, там, я не знаю, голос, газпромовское происхождение бесит Бабарика, они выбирают Цевкало. Те, кому не нравится номенклатурное прошлое или отсутствие харизмы Цевкало, идут за Бабарико. Вот. А другие кандидаты, очевидно, здесь как бы слон в комнате, который просто не присутствует и не будет присутствовать в бюллетене Сергея Тихановского. Мне кажется, он работает на очень интересном электоральном поле примерно на тех же людях, которые выходили на протесты в 2017 году. Это не всегда люди, которые недовольны социально-экономическим каким-то проблемами. Если внимательно посмотреть стримы, там много и про политику, там много и про неизменяемость власти люди говорят, и про беспредел чиновников и так далее. То есть, там такой просто горючий ядерный анти-Лукашенковский электорат вне зависимости и без привязки к идеологии, если хотите. Там это такой консолидация протеста, консолидация действительно протестного электората, у которых главная проблема это Лукашенко, крайне главная проблема создать что-то в Беларуси. Я вижу это так, по крайней мере. И именно поэтому мы не видим какой-то... Именно поэтому Тихановский не ограничивает себя какими-то идеологическими рамками сознательно абсолютно. Если вы посмотрите его интервью, где его пытаются вывести журналисты на какие-то более-менее четкие ответы, то он говорит, нет-нет-нет, нам нужно не разделять недовольных беларусов. Все подходят. И это тоже интересно, что идеологизирован... Скажем так, оппозиция, которая представляет из себя какие-то идеологические течения и веяния, она в принципе сегодня оказалась нерелевантна. Не только из-за своей слабости, а еще и потому, что запрос на некое видение, конкретное такое узкое видение будущего, христианско-демократическое, национально-демократическое, не знаю, какое-то может быть еще левое анти-лукашенковское, если можно что-то подобное найти, пророссийское, антироссийское. Все вот эти идеологические повестки, они сегодня ушли в тень. То есть сегодня мобилизирующий фактор этой компании это либо надежда на лучшее будущее, либо такой хейт глубинный низовой хейт в адрес Лукашенко. Я, наверное, здесь остановлюсь про коммуникацию и социальные сети, оставлю вопрос профессионалу Франу Кувичерко и с удовольствием отвечу, если есть какие-то вопросы, участвую в дискуссии. Спасибо. Спасибо, Артем. Можно один уточняющий вопрос или дополнительный? Ты сам какие-то предположения строишь, собственно, ну, да, видна неактуальность идеологических разделов на этих выборах, но ты связываешь это с коронавирусом и реакцией или с чем-нибудь еще? Да нет, коронавирус это просто триггер. Я думаю, что мы привыкли наблюдать за политическими компаниями, в которых не было такой политизации. Компании парламентская 2012 года, парламентская 2016 и 2019 года, президентская 2015 года, на них не было такой политизации. И мы наблюдали за тем, что было, что называется, в меню. Вот есть традиционная оппозиция, она предлагает это, давайте обсуждать это. И это было фокусе медийной повестки. Сейчас просто на арену вышел, ну, простите меня за пафос, народ, да, вышла политизированная масса со своими интересами. И оказалось, что в этих интересах и в их выразителях нет никаких вопросов, нет большинства вопросов, которые мы очень любили размусоливать в разговорах и в интервью с северинцем Татьяной Короткевич и Николаем Саткевичем, что этих людей интересуют другие вещи. Это не новый вывод, об этом говорили и пытались на этом играть политики еще со времен, наверное, господи, ну, точно Олеся Михайловича, потом Сергей Чава не даст соврать Татьяна Короткевич, просто как-то не получалось. Вот теперь получилось сменить повестку именно в деэзологизированную эту сторону. Хотя, если мы начнем копать глубже заявления кандидатов, то там абсолютно четко просматривается ноту. Саткала и Бабариха такая либерально-технократическая прогрессивная повестка. И тут как бы здесь сложно придумать что-то другое. Просто люди за ними идут, мне кажется, не потому, что они сторонники приватизации такого-то количества госпредприятий. И не потому, что они за вступление в ВТО или еще за что-то. Люди идут, потому, что сошлись факторы компетентности бэкграунда, какой-то надежды и плюс-минус понимание, что Лукашенко вероятнее всего сменит именно выходить из номенклатуры, а не выходить с улиц. Ну, а в случае с Тихановским обратная история. Это такой низовой анти-Лукашенковский протест. Вот в чем дело. То есть мы просто варились немножечко, и логично было, потому что не было в чем больше вариться, но варились вот в этом политизированном соку. А сейчас на арену выходят другие акторы и со своей повесткой. Понятно, спасибо. Мое, откровенно говоря, чатное мнение, но позволю себе прокомментировать, что на самом деле вот эта вот идеологическая чистота выборов, она скорее связана с тем, что в предыдущий период курс на так называемые мирные перемены или диалог, это называлось, он полностью обанкротился, и это продемонстрировано было и итогами парламентских выборов, и еще в значительно большей степени во время реакции государства на коронавирус, и неуспехом вообще всех предложений правительства по каким бы то ни было изменениям, по какой бы то ни было помощи бизнесу. И именно это как бы смело вообще все карты, поскольку тут понятно, что ждать просто нечего. Ну, те, кто во всяком случае вступил в компанию, мне кажется, именно с этой мыслью, что в общем уже просто и понятно, что ждать нечего. Я прошу Рыгора высказать свои соображения на этот счет и, может быть, тоже в этот спор, дискуссию поддержать. Окей. Привет, притания всем, добрый вечер всем. Мне довольно складано часто разговаривать разом с Рыцем, потому что на полтора мои думки, которые я еще не поспел выказать. Тому я крыху вернусь до того, что я сказал про пандемию, эпидемию. Я думаю, что мы крыху переоцениваем гэты фактор, что вось гэта эпидемия три вернула нечто и отповедно тому громадство стало таким, яким настало. Я думаю, что есть некакие иншых важных речев. Это отсутность репрессии на протягу доволю долгого часа. Репрессии восьмые пары годов были довольно лайтовыми. И это уплывало за исходы на политическое житие. Когда это 1980-й год, это все время забуяло, сквятнело за полторы годы. Это восьмые вплывало, что люди чувствуют себя в бесспеции. Другая речь, это люди реально очевают то, что немачем не изменилось. Я думаю, это очевается Павсюль и Александр Лукашенко так само немачем сказать, это электорально вернее слабо. И люди разумеют, что в житии ничего не изменяется. Третья речь, которая важна, связана с массовостью, это то, что будет касаться Франа, про технологизация политики. Зараз дякуючу всем дворов, городов, працев и так далее, саправдой вельми худко можно собрать великую колькасть людей у своей инициативной группы. Я, конечно, шыра сумнююся, то, что это люди, которые записывались, они будут вельми шмат сбирать. Я шыра сумнююся, которые теперь огучивают все люди, литерально все, все ж таки не варто перебольш вать, но это одна речь, чем массовость, которая была в первом питании, чем она стала мах чем калю уже казать про кандидата, в принципе, я поглядел, в принципе, есть, как мне падается, пять кандидатов, про которые тут варто нечто казать. Сам по мне просто это цепкало, потому что для меня занадто мало досвиду, и я не до конца разумею, что нагло он робит, может быть, это варот я вельми недооцениваю, але он выглядел вельми непадрихтованным до президентской кампании, и зараз мне падается крыху радикализовывается своими выказаньями, претворяется у некого такого мини-казульного некая ступеня своих образливых выказанья до Лукашенки, но это так само некая ступеня за тем, что при великим рахунку ему сказать нема чего. То бак я на выступы на вельми долгие про модернизацию, про Сингапур, Тайвань и так далее, но это абсолютно не то, на что люди реагуют. Я думаю, он бачит то, что реагуют, только на то, что он ображает. Он не готовы так рисковать, но он будет некий час гулять. Я не думаю, что он сдолен собрать 100000 подписов. Великое пытание будет регистровать ксерокопии. В этом мы можем в некой ступени поговорить. Так сам я не думаю, что тут есть великий раскол элита, потому что в выпадке Бабарики грают чисто и сумленно. Он поступил в пригож сумленно. В той момент цепкало, мы уже чули про эти истории, что домы по 20 рублев за месяц, заплату. Эта история выглядит вели дзивной. Он был бенефициаром этой системы, и не думаю, что он может стать представником человеком, за которого будет голосовать досыц ядерный оппозиционный электорат, который может голосовать за Бабарику. Люди будут звычайной оппозиции, они голосовать готовы. Другие меньше складанный человек это Павел Дмитриев и он працавал на гэтую кампанию вельми давно и хоть он является счастливым лидером всех онлайн опытаний за 0% альбо 1%. Это конечно выглядит достаточно смешно, но он працавал долгий час на гэтую кампанию и мне подается, что он мая шансы не что назбирать. В выпадку, если не будут регистровать Тихановскую, то он может попробовать украсть на гэтый электорат. Он с электоратом долгий час працавал, что Беларусь это не только Кеменский и так далее. К тому некие шансы его могут быть третий канал это Тихановская, это самая дивная кампания, которая клея-нибудь сбывала, и мы в фильме сказали что прогнозовать, ну один что я думаю что Тихановская посадить, и на сутки вернуть, те, которые не досидел, и отповедная его кампания в некой ступени будет завершаться, чтобы при привлечении неких репрессий. Ну Бабарыка, Бабарыка это уникальная кампания, что шмат самодостатковых людей в этой кампании, не до конца ясная позиция России Газпрома, потому что в любом разе долгий час находился в офис, теперь я разумен переезжаю, он находится у ОК-16, это досыц дивная ситуация, кали кампания президента выкрыстовы велезарное помешкание банка в своих метах, притом, что он уже не был банком, это не до конца заразумело. Так само, уличываючи то, что Газпром мае свои меды, мае, которые вешается в Беларуси, не до конца ясно. Ягона стратегия, особливо уличываючи, что зважаючи на электральную слабость Александра Лукашенко, мы можем увидеть, что Бабарыка трапил бы другий тур, и у ней мы можем увидеть, что он имею бы серьезные шансы для перемоги. Но кали оппозиционные кандидаты казали про это досыц теоретично, то теперь у Бабарыки может быть саправданным почутцем, что его складает перемогу. И это может его штурхать до некой радикализации не заразумело. Это некая ступеня для его это великий выкрик, что ему рабить. То, что он все не каже, это то, что казал Михалеевич в 2010 годе, что я сам на площадь закликать не буду, але кали что я приду, то в принципе мы бачим как скончил Михалеевич в 2010 годе. Ну и нареште Александр Лукашенко думаю, что он засушует выборы, але мне падается, что в любом разе они должны придумать нечто, что они должны сказать. Я так думаю, что это может быть сюрпризом выборщей компании. Это идея про гучу рада, неведомость перед выборами. Так самое я думаю, самый час вернуться до этой идеи об референдуме. Ему треба нечто сказать для чего он не дзе. Все ведают, что 10 годов для краины измарнованы. Тут треба нечто придумать. Хоть знов же может быть и не плана нема. Может она не варто выдумывать. Может быть просто идея засушывать и все. а в выпад кучу полтора 19 снежная. Хоть снова крыху наивно думать, что мы обовязково повторим минулая. Ну ладно, в принципе меня про прогноз никто не просил, так что на этом я скончу. Дякую. Спасибо, Райгор. Я думаю, что мне бы хотелось услышать сейчас какие впечатления извне происходят нашей компании. Виталий Шкляров уже много комментировал в наших медиа ход компании, но последние комментарии были довольно давно, с тех пор много нового произошло, поэтому я прошу вас, Виталий, сказать, может быть, как-то соединиться с тем известным вам опытом избирательных компаний, в которых вы принимали непосредственное участие, в частности, по мобилизационной технике Тихановского, Бабарико, ноту из фаворитов компании. Да, всем привет. Спасибо большое за комментарий, в принципе, много чего не добавить, Артем достаточно хорошо срезал кусок, хороший, это правда. По поводу мобилизации, я просто хочу сказать, каждый должен заниматься своим делом, то, в чем я хорошо разбираюсь, и в этом смысле могу, исходя из своего опыта, заверить, что мы, по сути, конечно же, не знаем, что станет в конечном итоге триггером смены власти, никогда не знаем, не потому что не только в будущее не смотрим, но потому что всегда эти триггеры появляются достаточно нежданно и несвоевременно. Тот же Тихановский, кто мог подумать еще пару месяцев назад, когда он просто ездил по стране, что вот так вот, и такое количество, как в воскресенье людей соберется подписывать, никто точно так же не знал про условного Путина, когда его увидели первый раз, что это будет тот человек и каким он станет через 10-20 лет. Поэтому в этом смысле я это часто пытаюсь повторить. Неважно, какой, как бы это сейчас странно ни звучало, неважно, какой кандидат, здесь важно искать его и раскачивать дальше в этом смысле лодку, потому что мы не знаем, что сработает. Сработает Тихановский или там, условно говоря, Грант подкорнется на, не знаю, в кожуре от банана упадет и сломает ногу. Это никогда неизвестно, поэтому важно пробовать, важно делать и понятно, что в логику нашего представления не укладывается, что Тихановский может таким-то образом быть зарегистрирован, и скорее всего я соглашусь его посадить. Для этого еще раз повторю, что его и выпускали, собственно. Но остается фактом, что мы свидетельствуем вот такие непрецедентные какие-то изменения в Беларуси. Прежде всего, я попробую здесь тоже проговорить то, что два первых спикера сказали, это прежде всего, конечно, для меня это какой-то конец, определенный конец, как у Ямы был конец эпохи, да, то есть это какой-то конец эпохи Лукашенко. Прежде всего, потому что та легитимность, которой он жил, та легитимность, которую он из себя представлял, тот, если это можно назвать в кавычках общественный договор, который был между людьми и президентом, а именно стабильность, да, то есть вот посмотрите, как там, а посмотрите, как у нас, да, посмотрите, война в Украине, а у нас стабильность. Вот эта машина времени, вот этот часто, как синоним метафора Советский Союз Совок Беларуси, то есть там 80-е и так далее, это было какой-то гарантией для Лукашенко, по крайней мере, стабильности, но общественный публичный и общественный публичный конфликт с Россией, который все больше и больше заходит в непонятную ситуацию, и понятно, что для своих выборов президент пытается эту риторику использовать для своей выгоды, хотя он этот танец танцевал каждый год, в принципе, в декабре, в январе, но мы понимаем, что сузившийся пирог экономический и санкций, и, конечно же, корона, и, конечно же, и смена поколений и интересов, то, о чем говорил Артем, я бы еще туда добавил, безусловно, и прозрачность мира, технологические процессы и то, что люди все-таки все больше и больше привыкают к смартфонам, делятся информацией, больше посмотрите, как увеличивается количество трафика и в соцсетях, и в мессенджерах, и, соответственно, распространяется будь это информация, будь это анекдоты, будь это Степа про Лукашенко, конечно же, это все играет какую-то определенную роль, но, по сути, для меня видно, что вот этот закат риторики стабильности, который обусловлен вот этими многими факторами, да, и чуточку, конечно, усугубился коронавирусом, он был, безусловно, неотъемлемый и должен был случиться. Другой вопрос, что станет финальным триггером? Я тоже, честно говоря, мало верю в то, что элиты каким-то, я много пора это писал уже, что элиты каким-то образом вдруг поднимут бунт. Не такие уже небольшие у нас элиты в Беларуси, к сожалению, а к тому же все достаточно укатано и контролируется. Вот, да и зачем, да, то есть статус-кво всех устраивает, а вот новый расклад никого не может пугать, не может не пугать. Поэтому, мне кажется, сама тема для критики власти сейчас, допустим, ковид, как точка сплава всех вокруг одной достаточно неполитичной темы, достаточно удачной. И она, конечно же, нужно ее больше педалировать. Но здесь, на самом деле, не важно, что станет триггером и что станет вот той последней каплей, повторюсь, я этого не могу знать, раскачивать лодку так, как это делает Тихановский, то, что, по крайней мере, бить в российскую риторику, как пытается, можно сказать, делать Бабарико. И, конечно же, цепкало в этом отношении, пока уже кто-то из спикеров, не помню, кто говорил, что он не особо пока выбрал, по-моему, Артем, какую-то свою стратегию. Я думаю, что для него был бы очень важным и правильным вектор, это вектор Запада, то есть то, где Бабарико будет совершенно беспомощен, то, где, скажем, Запад не сильно видит в протестной акции кого-то, кто готов или будущим преемником, а вот цепкало мог бы очень хорошо, зная, как работает, во-первых, дипломатический корпус, имея какое-то, даже не какое-то, а достаточно серьезное прошлое в этом, мог бы достаточно сильно занять эту нишу и педалировать как раз-таки Западу сигналы перемен и смены поколений. И мне кажется, вот раскачивая в трех этих направлениях, один в направлении Запада, второй направлении России, третий в направлении именно улицы и народа и низового такого электората, я думаю, что вот это три сильных направления, где нужно было бы каждый, тянул бы президента и администрацию президента в свою сторону и заставлял их своими акциями, своими стейтментами, в идеале, конечно, скоординированными, делать ошибки, делать ошибки, показывать еще больше, как вот во время коронавируса и эпидемии, бездарность и никчемность этой власти, показывать еще больше, что 26 лет это уже, чересчур, и мне кажется, здесь вопрос времени наконец-таки сыграл свою роль и смотреть, что получится, сказать, вот возьмите, сделайте раз, два, три и мы выиграем, это, мне кажется, наивно, но в равной степени пытаться, что очевидно, делать, как это было раньше, по накатанной, и в этом смысле Артем уже упомянул про то, что позиция вдруг резко слилась, но она не вдруг резко, уже долгие годы и правда ничего не происходило, и вот здесь звезды сошлись, и может быть, время сошлось, и как-то коронавирус этим триггером и оказался в большей или меньшей степени, но раскачивая вот так вот риторикой и своими действиями в разных, растягивая условно оппонента, окруживого, знаете, как часто бывает в природе, когда стаи окружают одного, и вот так вот вытягивая каждый по-своему, своей риторикой власть на неудобное для нее поле, я думаю, что это, наверное, лучшая стратегия, потому что я до сих пор сомневаюсь, что можно собрать подписи, более того, если даже их собрать, я более того сомневаюсь, что кто-то, кто неудобен власти, будет зарегистрирован, здесь ничего нового нет, но вопрос в том, что хорошо было бы, чтобы кто-то из них, работая вместе, был зарегистрирован, а потом, вот после регистрации, мог сменить резко риторику и уже бить по-взрослому и по-настоящему, потому что, если это делать сейчас, гарантия того, что кого-то зарегистрировали, очень маленькие, я думаю, здесь нужно выстраивать две или три стратегии, должна быть какая-то трехкодовка, сейчас скоординированно пытаться растянуть там, врага, потом пытаться, может быть, если у кого-то будет больше получаться с подписями, наверное, все-таки помогать кому-то одному, или если это будет очевидно, что будет регистрация, а вот зарегистрировавшись, резко сменять риторику, бить жестко и самое главное всем объединиться вокруг этого кого-то, кто зарегистрирует. При этом мы понимаем, что, скорее всего, этот человек не победит, но, тем не менее, еще раз, оголять, обнажать вот эти баги системы, баги кода государственного, я думаю, что это пока более чем круто и более чем достаточно, и вот первый камушек в это воскресенье, мне кажется, впервые был большой такой фундамент заложен, и это, конечно, здорово. Спасибо, но не только в воскресенье тут, похоже, ездят по регионам, это еще более впечатляет, чем в Минске, поскольку... Ну, Валер, смотрите, мне просто кажется, что то, что до этого не делали, по регионам не ездили, это не новшество, это безумная халатность позиций, назову это жестко оппозиции до этого, то есть это совершенно нормально самое, то, что вообще принято всегда делать, то руками и ногами полевая компания, 60-70% любого бюджета большой, даже западной компании, где существуют нормальные демократические институты, то есть люди просто, ну, в нашей системе кандидат не привыкли разговаривать с людьми, это, конечно, тяжело, и поэтому все прячутся за соцсетями, за статьями, за билбордами, это нормально. Ездили по регионам все кандидаты всегда просто не было настолько впечатляющей, массовой, именно физически представленной в интересной поддержке, и регионы, ну, еще с протестов против Тунеядского декрета приковывали внимание политиков, они все там стремились присутствовать. Возможно, возможно, я не буду спорить, но я думаю, что мы просто говорим об одном и том же, немножко с разной позицией, я все-таки под хорошей полевой компанией подразумеваю по несколько встреч в день и методическая сильная работа, но ее можно представить себе еще раз, это не камень в огород оппозиции, это, конечно же, прежде всего, ресурсная затратная штука, то есть это не всегда можно даже сделать в рамках неизбирательной кампании. Я предлагаю еще поговорить, чтобы Макс рассказал о том, как у них, ну, то есть все-таки учесть фактор короны, как она вообще может влиять, ну, то есть мы видим, что на массовые выступления она фактически не влияет, и даже более того, скорее им способствует, поскольку люди в масках меньше, видимо, чуть-чуть боятся и активнее высказывают свою точку зрения и журналистам, но какие-то моменты остаются непонятными, например, мне непонятно, как говорит, что дает право Лидии Ермошиной говорить о том, что в августе все точно останутся в Белоруссии. Я просто не понимаю, что она при этом имеет в виду. И как вообще власти могут использовать коронакризис, коронавирус ну, в своих интересах, ведь это же тоже инструмент, который может, ну, как-то нормировать вообще политическую открытие. активность. Я прошу вас, Макс, прокомментировать это. Дякую, Валера, и дякую всем за запрошение. Тут я хотел трошки зарабить невеликую рамарку на конту вогуле Польши, яка заусюду, я думаю, белорусскому забавной сепольности заусюду такая казалась, что это новость приклад, и я... И... Это який приклад, я к нам... Это все... уже... она отбывается гэта локдаун, кали частково увели гэта карантын, но так сама у Лады появилась больше шансов манипуловать грамадской думкой. Тому, что увели карантын, люди старались заставаться дома. После увели обвязковое ношение масок на тварь. И, что самое важное, в принципе, увели это заоборот сбираться больше, два человека. Тому, как бы, проводить кампанию, кампанию нормально на улице, проще, что оказалось в Италии, то есть, зауссаду Польша рабилась, зауссаду яны кандидаты езделя, кандидаты гэта рабись не могли, тому, что гэта была на супер отправу, и гэта была администрационная, альбо криминальная наводотказность передусимых людей, которые выходили. Тому, они боялись. С инша, боку, то нагнетание ситуации празы державной меды так сама имела свою кулу, потому, что людзе просто боялись исходить, гэта подносилась так, что леп сидеть дома, в обуле нигде не ходить, и ничего не робить. Тамэ тут компания так сама не могла быть полновартосной. И какая была ситуация? Мы бачим, что в принципе адзины особо, гэта я хожу я бы больше уже порауна, не то, что может быть в Беларуси подобное, адзина особо, яка могла проводить компанию, гэта был девичый президент, нижая кандидата, тому, что карантин не льга забираться, как бы компании не могли проводить. Яны натурально обвинувателю владу, что это нечестная компания, что так не льга. После появилась проблема в уголе с голосованием, потому, что выборы должны отбыться 10 травня, а они больше не отбылись. И зараз еще никто не ведает, коль отбыться на протягу ближайшего месяца двух. И заявилась в уголе сама проблема ци исти голосовать на выборча участки, ци не исти. Польское керавництво, польский урат пропонавал сделать выборы корреспонденцийными, на что польская позиция сказала, что коль бы нам не позволяйте поесть у царулен поесть кодус не веду у ресторан, то на вот что вы тады людям кажется выходит что отремливать празд гэдэдот некальки разов вы отрамаец гэдэ ўсе листы павинны их сами заполните павинны их отнести. Была вельми великая беспречка помеж опозицией и урадом помеж высшейшей палатой и нижайшей палатой парламенту тому вы выборы не отбылись а их перенесли только мы не ведаем накальки але тут вельми бачна як накальки улада навэт у демократичной краиню украине европейского союза можна выкарастовывать гэдэ коронакрызис па перша яна выкарастовывает его для того каб аправдац ўсе сваи дзеяне и каб набивац патенциал своему кандыдату в этом выпадку гэта девичаму президенту а па другое гэта накальки можна будзе заадаптавац репрессивны механизмы и сказать, што ён патрэбнэ каб ніхта не заразіўся тому, што вось навэт зараз кампанія якба яшчэня обвешанна офицейна она не отбываецца надаль ёссэ гэта забароўна збирацца божжу чэм два шалавэкі и там на прыкла зараз калі мальпольскі президент калі ёзззззззззззззззззззззззка Touraine і coś roz агаў, што яны якба прса выконываец своя павязкі і там забираюцца какуджа людзззззззззззззз Ást ё kg азнаго нема неякі яких масак якба гэта ўбсё ўдззззззззззззззззззз Drжавне а OUT масках, и они просто выказывают свою позицию, но они отремливают штрафы у перолит на... опошные штрафы были вчера, позавчера у Польши, это у перолит на белорусские рубли, это 5 тысяч рублей за то, что кто-то просто вышел, и он ничего не поражал, и он делал деньги на эту волновую локдауну, карантину с масками, но тут мы бачим просто, как это все может выкористовываться, поэтому это у Польши ситуация довольно новая, до конца никто не ведает, как это все будет выглядеть, сами поляки так само, когда мы глядим на разные вильмы меркования, но когда тут улетел на белорус, то, что белорусское керавництво в принципе ничего не делало с самим вирусом, с самим карантином, я буду тут, когда улетел на польши и венгры, я думаю, просто когда влада разумеет, что в этой ситуации можно будет выкористеть, она ее навыц может выкористеть так, как в польском выпадке, и это требует еще увеличивать то, что администрационного и силового ресурса у белорусской улады, у керавных вилет и так достатково, а тут в принципе коронавирус может еще быть таким фиговым лиском, який еще раз больше поможет это все показать, что так оно и требует было это выкористовывать не только меды, а также у вести заборону взбираться, например, раз карантин или развитие хворобы взбираться больше не каких человек и это просто уже у зародышей подались некие потенциальные в уголе акции протеста а с иншого боку я думаю, что белорусский стаблишмент так само разумеет, что в принципе неважно, как это выдают пройдут потому что Украина и Евросоюза и в принципе у такого запада и излученные штаты Америки и Великобритания в принципе и своих политических и эпидемичных проблемов вельми шмак поэтому я думаю, что это таки вельми небезпечные инструменты, которые можно выкористать, как ротовать, как допомогать населенству, а также у политических методов. Большое спасибо да и ко всему этому хочу заметить, что Александр Лукашенко совершенно уверен ожидает второй волны коронакризиса вируса, так что этот как бы отложенный инструмент вдобавок к возможно имеющимся возможностям теловых структур и административного аппарата. так, спасибо в основном такие вводные все прозвучали. Теперь я предлагаю высказаться в трениях Сергея Ильича ой, подождите, стоп, Франок, прости. А именно этот момент мы не обсудили. Это рост соцсети и как они могут использоваться. И я тебя прошу, знаешь, еще что? Как раз обратить внимание на какой момент. административные инструменты, например, нерегистрация Тихановского и арест его. Как именно, ну то есть, каким образом соцсети и вот это сообщество ютуб-блогеров, которое уже участвовало в парламентских выборах и сейчас у них твой кандидат, точно, ну то есть, может ли это в настоящих условиях в таких, арест являться вот универсальным средством, как прежде, то есть, по обезвреживанию конкурента. И второй вопрос, вот именно коронавирусные все возможные меры, которые так интересно рассказал Макс, и которые мы сами можем додумать, как их могут соцсети помогать обходить? Тут целый комплекс пытаннёй, не на короткий уступ. Ну, адразу скажу, что само вылучэння Тихановска это достаткова феноменальная речь для Беларуси, кали яго посадзели, то тады Беларусь главного мозгу, мой коллега Игар Лосик запостил, яго усе перепостил и мауляу, ну, кали Сергея не зарегистравали, то хай жонка идзе. И про две годины жонка уже с асписом переписанным инициативной группы пачала рыхтавать документы. И, в принципе, кали б не садсетки, кали б не гэтая солидарность или гарам супольности, махчому не было б Сергея Тихановска и не было б цепер пикета у Могилёве, які так само збираю некие феноменальные натоупы, мэнавіта вот у гэтую секунду, мэнавіта вот теперь. А калі казаць про эффекты, я тут хотев вернуться до попередних, я згодна все-таки с Артёмом, што каранавірус вялізное значэнне мэл, мэнавіта ў палітычной мобілізацій. Для многих людзей адсутныць реакцій Лукашэнкі была буральной, людзі разлаванная, і мэнавіта Лукашэнка з ягоны гэтай каранавірусной палітыкай змабілізаваў электорат і актывістаў, які цепер стаяць ў пікетах за Ціхановска, за Бабарыку ды за іншых кандыдатов, на мой погляд. Пера ты мяк адказаць на ваше другое пытаў, я хацэл вам паказаць някалькі лічбу, калі можна. Добра? Бо я хацэл паказаць, як людзі шукалі Бабарыку і Ціхановска, мэне здаецца, што ближайшы адыдні будуть грутавацца людзі вакул гэтых двух лягерів, цапкала, як каже Рыгор, вельмі забаўны кандыдаты, але іні падрыхтаваны, зялёны, як крамя айтішнікаў, хіпстараў, студэнцкаў молодзі з РТИ, ён не з долю шматкав працягнуць. Але вось Бабарыка і Ціхановскі два прадукты інтернету. Адзін зробіў свой капітал задоўга да пачатку выбарчыў кампаніў, гэта Бабарыка, які зробіў інтерв'ю. А другі, Ціхановскі, збудаваў інфраструктуру і пабудаваў капітал мінавіта са сваім вылучэнням і с першым пікетам ў неделю. Гэта мінавіта трэнды гугловскі, хто як шукаў. А зараз я вам пакажу трэнды сайтаў і трэнды ў сетках. Хто піарыў, хто цытаваў, хто рэклямаваў гэтых кандыдатаў. Безумовна, Ціхановскі узнік ў сайтах п'ятага шостага травня, мінавіта тады, калі заяўў па сваё вылучэння, гэтага ёго ў прынцыпі не існавала для абсалютной бальшыні гларускіх абывацелёў. Ён быў кумірам для Ютуб карыстальнікаў сваіх падпісантаў страны для жызні, але ёго не існавала. І гэтым ён адрозняваецца ад бабарыкі. Хто ж прыклаўся до раскруткі Ціхановскага? І я гачу скаць, што найперш гэта, канешня, Яндекс Ньюз і ўсе навінны агрыгаторы, які прасовывалі гэтая тема. Але асноўныя, найбольш папулярныя паблікаціў былі пра Ціхановскага на Дойче Вэля. Я разумею, што ўэта Александра Багуславская зрабіла. І ў меншыў ступені навіны бай наша Ніва. У Бабарыкі, дарэчы, калі паглядзець гэты тлічбы, я зараз трошкі пераскочу, то мы бачыў карцину, што тут баю, в принципі, сорак працэнтаў поспіху Бабарыку я гонай пазнавальнасті стварыл. Вертаючыся да сад сетак. Бо мне було цікава параўнаць эффект Фейсбука, Инстаграма і Ютуба. І забаўна, што Бабарыка больш цытуіцца мераковваецца ў Фейсбуку, а ціхановскі ў Инстаграмі. Я думаю, гэт таксама звязана з тым, што публіка ў Бабарыкі больш какая інтэлігентная, сталая, палітична падкаваныя. Я там був зззўліна, што навад там стваралнікі Тудбая ўписаліся ў ініціатувныў групу. Дырэкторы, власнікі бізнесаў ўписалісяў групі ў Бабарыкі. А ціхановска гэта паблікацыў беларускых замежных меды, які, в принципе, распавядали про ягоны феномен. А у Инстаграме мы бачим, гэта новинные агрегаторы, які поведомляли про Цихановского протеста у неделю, затрымання Цихановского перед регистрацией. А вось Бабарыки. Гэта трэнды Бабарыки. Мы бачим, што Бабарыка, в принципе, не имеу такого плавного росту. Ягоны пазнавальнасць і згадкі ў прэсі мяняліся з ягоным зявленням у меды, якое было нерегулярным. Гэта першае, гэта зявлення Бабарыки на заява об вылучэнні кандыдатам. Потым, гэта першае, напэвна, сустрэчу там і лайфстрымы ягоны. І яно, мінавіта, ад нагоды да нагоды. Йо не имеу вось гэта плавного росту як Цихановскі. Ну і да, я гэжу паказываў, што ведамо тут бае прыклаўся наибольш. Але, цікава, гэта так сама Белгазпромбанк. Тому што першае, дзе знаходзіле прабабарыку інформацію, макчыма першае, што выскокывала просто ў гугле, гэта была спасылка на гоную біографію на Белгазпромбанк. Я не вядаю, ці Белгазпромбанк прыплачуваў там ніякую рекляму ціне, гэта можна ўжо маніпуляваць вільмі шмат, але мінавіта паколькісті трафіку ў пошуку на прозвіщу Бабарыкі, гайон на другім месці. Ну і ма бачым паблікацій, які, в принципі, зробіле Бабарыку гэтую пазнавальнасць і на Інстаграмі, і на Фейсбуку. Я буду рады патым вам скінуць атае карцінкі, але тут для мані найбольш важныя гэта кучай нават не Фейсбук і не Інстаграм, а гэта Ютуб. Як сьоння Алесь Арсенов зробіў карцінку і запостюв Фейсбуку, калі Бабарыка праекта Газпрома, то Цігановскі праект Ютуба. Безудзелу самога Ютуба, але мінавіта Ютуберу. Все-таки, выж гэты інфлюэнцеры, як феномін, дабраляся і да Беларусі. Я б не став яго прауновыць там ані з Зеленскім, ані іншымі там рок-зорками, якія вылучаюцца. Гэта трошкі прадукт іншы, як і Віталій абазначуў. Гэта прадукт такі аб'ядновываюў весь протэсны электорат. Неважна, хто ты ёсць, неважна, дзе ты жывеш, колькі ты зарабляеш, але калі ты супраць Лукашэнкі, ты са мной. Праблемы. Праблемы, што гэты два электораты вельмі цяжка аб'яднаць пам'яж сабой. Але так, яны павінны паглядзець гэты пытанкі на розных сайтах, пабачыць, хто дзек папулярны, аб'яднацца вакул нікай стратэгі і скинуць Лукашэнку. Але мне здаецца, меркуючы па ўсім гэтым, па ўсіх гэтых дэбатах, ў камэнтарах, яны не вельмі моцна і перасякаюць. Тых, хто за Бабарыку, яны, як прайвала, старэйшыя, больша дукаваныя, больша ўсь гэтай, хіпстраскай публікі, а Тихановскі, гэта такія абураная, разлаваная жыцьом людзі. І ў выпадку, калі не рэгіструюць Тихановскую, яны пэвніны, што гэты актывісты хуценька ўпішутся ў каманду Бабарыки. Гэта з мэих уласных акчуваннё. Але, з пазытывнага, незалежна ад таго, хто пройдзеў другі етап, кого там зарэгіструюць, не зарэгіструюць улады, гэта палітычны патэнціял кампаніі. Гэта змабілізаваны электорат можа патріпаць нервішкі, як кажыць Лукашэнку. І гэта неабавязкова адбудзіцца ў дзень выбараў, наваць неабавязкова на махчумай площу вечарь, бачля выбараў. Гэта могуць быць наступная місяца. І сапрауды простым разгонам, я думаю, што нават можа і не будзе такой площа, як ў дзясятым бодзе, калюжу прановаць площай, але зноў же разгонам гэта ўсё не сконжыцца на гэты раз. І я думаю, што нас чыкаюць ўльмі цікавыя працэсы ў восемь. І хацэл сказаць пра прарасейсказь, прарасейскія праекты. Я пакуль не бачу, с калегамі мы адсочвалі, я пакуль не бачу конкретных нікіх сувязяў альбо падтрымкі з боку прарасейскіх тэлеграм-каналаў бабарыкі. Яны збольшага асвятляюць нейтральна яконная вылучэня. Але зельмі шмат атаку бок ціхановскага. І вось гэты атаки яны досаць аграсівныя. Ёсь такая версія, што махчумы гэты атаки адмыслова зробленая. Маўляў, кавось, ціхановскі, можэ быць, ата і наш там спойлер росейскі. Але мы ціпа яго таким чыном прикрываем. Можэ быць, атакі тых прарасейскіх сілаў, які тут ў Беларусі не справіліся з задачай, але пакуль што, пакуль што свечаню, доказаў, меркуўчы па коммунікацію в сцяльніх сетках, прывязкі нейкага кандыдата з Росію, з Москву, з Крамлём я не назираю. Понятно, спасибо. Не знаю. Я, например, вижу, но мне кажется, это какой-то вторичный в принципе фактор, поскольку если рост массовости сохраниться, темпы его роста не упадут существенно, то вообще не имеет значения кто там и кем поддерживать. Это такая волна, которая, ну, другое дело, что ведь не исключено, что вот этот феномен соцсетей и роста, как бы это сказать, что оба фаворита компании уже выбрали свои группы поддержки почти и близки к этому. Мы не можем пока этого знать. Но во всяком случае мы точно не знаем этого про бабарика, который еще ни разу не вышел в поле. Ну, то есть он вообще ни с кем не встречался. Мы не знаем даже, как люди будут на него реагировать и как он будет выходить. Ну, тем не менее, спасибо и, кстати говоря, тоже замечание протеста Тихановского освещаются независимыми, но российскими телеканалами. Причем в таком очень и очень ожидающем ключе. Ну, что ж, Сергей, ты там все, Чава, ты хочешь что-то прокомментировать? У тебя есть какие-то соображения все-таки своим опытом учать политической жизни и наблюдения за ней? Скорее всего, ты заметил что-то, что мы пропустили. Мне включает звук, да, уже? Я просто на самом деле с таким количеством тезисов не согласен. Примерно пунктов 12 я себя уже насчитал за время произошедшего у разных спикеров, что я даже не знаю, с чего начать и в каком порядке. Давайте я начну с простого, очевидного, что очень сильно режет слух. Это слово триггер, которое звучит у политических аналитиков. Ребята, это признак непрофессионализма. Отвечать, позвольте, я договорю, анализировать триггеры, которые невозможно прогнозировать, это примерно то же самое, как говорится, мы не можем сказать, из-за чего произойдет сход лавины, будет ли это громкий звук, будет ли это упавшая веточка сломавшаяся, или птичка севшая. Причиной является большое количество снега. Обращать внимание на триггеры, это вообще просто какая-то фигня, вместо того, чтобы анализировать причины, причины были видны, на самом деле, очень давно. В этом смысле коронавирус и отсутствие президента в этом хорошо продемонстрировало, но то, что он был не человеком, принимающим решения, у которого просто уже вся структура даже власти поменялась настолько, что она работает не на пропуск решений сверху, которых просто тупо нет, а на фильтр попыток донести что-то от правительства или от каких-то групп влияния, которые тоже уже не работают. это было очевидно, я об этом два последних года примерно говорю, и сейчас это просто стало видно, насколько неадекватно, то, что Лукашенко просто самоизолировался от страны, это стало очевидно совершенно. По поводу банкротства линии на мирные перемены Михаилевича Короткевича. Ну, ребята, слушайте, это продолжение или никакой чертем банкротства. Послушайте, что говорит Бабарико, когда он отвечает на вопрос, как вы будете защищать свои голоса. Он отвечает, а я что, на войну, что ли, иду? Почему я должен оборонять их? Да, я ничего не нарушаю, я действую в рамках конституционного поля и абсолютно прозрачен в своих действиях и так далее. Это абсолютно риторика в рамках этих мирных перемен, и мало того, что риторика, она осталась той же, только поднята другими людьми. Повестка дня, вот просто возьмите, о чем шла речь в 15-м году, да, какой был месседж, он, кстати, не был идеологический, глупо говорить о том, что раньше это были какие-то партийные идеологии, это была совершенно не партийная точка зрения. Ну, смотрите, например, тот мем, который я форсил, там предприятие зомби, с которыми надо что-то делать, что сейчас делает цепкал, он говорит, давайте мы продадим России энергоемкие предприятия. Ну, что это, как не то же самое, только вид сбоку. Вот. Я поддержу Регора в том, что я абсолютно согласен с ним, что важным фактором осмеления является отсутствие десятилетия, ну, выросшее поколение небитое. Это, по-моему, и ваш, Валерий, был тезис, да, я заметку видел, да. Я даже больше скажу, что на самом деле довольно легко прогнозировать, как у нас проходят выборы, потому что работает постоянно вот этот гегелевский механизм отрицания-отрицания. Площадь 2010-го была отрицанием риторики 2006-го, мы будем более решительные, чем Меленкевич, мы пойдем до конца. Куда они пойдут и зачем, никто не знал, ответа этого не было, но мы вот будем более решительными. Чем закончилась эта решительность, мы видели великолепно. И пострадавшими были не, даже в большей степени не сами эти кандидаты, сколько 700 с чем-то человек, которые думали, что безопасно можно на этой площади находиться. 2015-й год был естественным образом отрицанием тезиса о том, что площадь, площадь все вырешить, когда стало понятно, что он ничего не решает. Была риторика о том, что ребята физическая безопасность людей важнее. Ну да, если люди будут на площади, мы туда придем. И сейчас мы видим третью фазу, тезис-антитезис-синтезис-синтез. Что говорит Бабарико? То есть это сочетание риторики я не воюю, но если площадь будет, то я туда приду. А то, что она будет, по-моему, совершенно очевидно, она будет не одна. Об этом уже сейчас говорит Тихановский. Он говорит о массовом выходе людей во многих городах, во всех районных центрах. Просто для того, чтобы не, как говорил Виталий, не растянуть, что называется, там, риторически, а идея просто о том, чтобы растянуть главный ресурс, который власть остался, а именно штыков его. Весь 15 сосредоточен в Москве, а если вы получите огромное количество людей в других городах, то просто тупо не хватит людей с палками. Вот. По поводу еще немножко по, вот, тезис, постоянно повторяющийся расколы элит. Я, мне не нравится вообще сам термин раскол, потому что, слушайте, не нужен особый раскол для того, чтобы там сильно, чтобы что-то случилось, да, достаточно просто в какой-то момент бездействия и позволения ситуации развиваться самой, да. Значит, так, сейчас я, ну, повторить, я даже не буду говорить, это вообще непонятно про что. Либо победа будет первым, либо не будет никогда. Значит, по поводу полевой компании и так далее, что надо вот ходить там, встречаться и так далее, ну, и проще, и непонятен месседж, и не спорит между собой Бабарика и Цепкало. Как по мне, так мне кажется, три основных кандидатов прекрасно дополняют друг друга. Вот. И, ну, я бы сказал другое. Я понимаю, что каждый хвалит, ну, и говорит о том, в чем он разбирается, но, как сказать, не выигрывается ногами выборы. Выборы выигрываются позиционированием. Они всегда выигрывались позиционированием. Чем вы отличаетесь от других? Почему вы часть решения, а не часть проблемы? Вот. И пока еще до этого вопрос не дошел. Наверное, посмотрим, это будет после регистрации, но пока я вижу, что у меня есть большие сомнения относительно, то есть все высказывали сомнения по поводу цепкала. Цепкала для меня выступает совершенно очень важной, конкретной, единственной роли. Я думаю, она только в этом и заключается. Это не моя мысль, я ее просто повторю. Смысл заключается в том, что ситуация полной, полной, вот, ну, краха экономического, который сейчас происходит в стране. Помните статью про копение, которая такая была хвалебная, да, помните, индустриализация, электрификация и цифровизация, да, Александр Георгиевич, вы войдете как Ленин, как Сталин, человек, проведший цифровизацию страны. И Лукашенко уже сам начал рассказывать о том, что это я, я сам все придумал, это я с нуля составил ПВТ, а вот появляется человек, который хорошо знает историю ПВТ и может легко этот хлестаковский блеф, значит, скрыть, да, то есть, и он выбивает единственный оставшийся позитивный месседж, который был у Лукашенко по поводу будущего страны. Его олицетворяет сейчас другой человек. Да, это звучит смешно, да, он об этом говорит, я его знаю с 90-х годов, он повторяет процесс Сингапура все время одно и то же, но какая разница? Зато, еще раз говорю, это красивое контрпрограммирование. Опять же, значит, Тихановский работает как человек, который обеспечит этот самый протест, а Бабарико скажет, ну вот, мне нравится тезис Регора про постепенную радикализацию, когда вы начинаете чувствовать, что за вами не несколько тысяч, а сотни, тысяч, то вы неизбежно, вас просто волна уже начинает нести. Если она вас не несет, то тогда вообще никто как политик, вообще ничего не понимаете, не чувствуете. Я думаю, что все-таки он это почувствует. Вот, второе, еще одно, по поводу, ну это совсем уже как-то, по-моему, очевидно, по поводу неожиданности Тихановского и попытки списывать это все на медиа вместо месседжа. Значит, ну, ребята, это примерно то же самое, как я помню, в 2011 году популярность экономики на пальцах объясняли тем, что, ой, появился, видимо, широкоповостный интернет и внезапно стали смотреть видео длиннее, там, 5 минут. Понятно же, что это все это бред и гораздо важнее, что вы говорите. то, то, что с точкой сборки становится блогер с камерой и микрофоном, абсолютно очевидно, что это будет так, потому что, вспомните, 17-й год протесты тунеядцев. Когда приезжает медиа на пустую площадь в регион, да, и как только люди видят, что там стоит человек с камерой и с микрофоном, все, он является объединителем. Люди воспринимают это как, помните, во время перестройки был свободный микрофон, да, вот оно так и работает. Люди высказывают туда все, что им наболело. То есть, они представляют это себе, это как единственное окно в мир, которое их лишали. Он это просто сделал более технологично, но фактически все, что он делает, это он просто предоставляет как бы слово людям. И в этом смысле, значит, как сказать, у меня даже такое есть, такой, educated guess, очень осторожно надо быть на этих выборах медиа, понимая, что они, то есть, еще раз, человек с камерой и с микрофоном будут концентрировать вокруг себя людей. А, несомненно, они будут находиться в максимальной опасности. Надо быть очень осторожными сейчас, точнее, позже в этой работе, когда вот эта постепенная радикализация будет происходить. Ну, и, наконец, по поводу массовых мероприятий, заметьте, по поводу того, что власть может использовать коронавирус и какие-то карантинные меры как инструмент борьбы с массовыми мероприятиями. У меня абсолютно противоположное мнение, совершенно очевидно, это видно для любого человека, кто анализировал высказывания Лукашенко, его задача, независимо от того, что будет с этим коронавирусом в стране, объявить себя победителем и сказать, что мы выстояли и там все остальные страны нам завидуют. Поэтому никакого ухудшения, точнее, ужесточения карантинных мер не будет. Это против всего месседжа, которым власть пытается пройти последние два месяца. И еще одна важная вещь, вот, заметьте, никто почему-то не вспоминает существование запрета на посещение массовых мероприятий в масках, закрывающих лицо. Это же было изменение в административных кодексе, но коронавирус, как раз, я бы сказал, работает на протестную, скорее, активность, чем против нее. Потому что у властей появляется такой двойной месседж, даблбайн, что делать? Бороться, хватать людей в масках, ну, как-то это будет выглядеть совершенно глупо, вот, а запрета на массовых мероприятиях не будет по той причине, про которую я как бы говорил. Ну, и чуть-чуть буквально возражение Франку о том, что как, кто, куда там продвигался и так далее. Еще раз говорю, важнее месседж, а не медиа. Все, что он рассказывает, результаты поиска, это все реакции людей в интернете на события, которые инициировали эти люди. Если бы он действительно смог убедительно показать, что сначала кого-то раскручивали, а потом, тогда только он стал популярен, нет, все же понимают прекрасно, что Клубарико был известен последние года три благодаря своим последовательным огромному количеству статей, интервью, включая там и видео, и публикации и так далее, в которых, как правильно говорил Юрий Дракахрус в своей статье, он уже даже повторяться стал, настолько он перекормил своим мнением. То есть интернет в данном случае, еще раз, это всего лишь инструмент, гораздо важнее было то, что у людей уже к моменту объявления о якобы случайном, принятом за пару дней решении выдвигаться, уже сложился относительно выпуклый образ этого кандидата. Вот. Единственное, что я наблюдаю, что он, в общем, тем не менее, считая, что ему не нужен никто из специалистов, они все умные и так далее, он, в общем, его начинает немножко портить. Он сейчас находится в совершенно уникальной ситуации, я думаю, что правильный сценарий действительно сейчас объединяться вокруг кандидата, который имеет максимальные шансы, а ему нужно просто провести кампанию так, чтобы, ну, как более цензурно высказаться, не облажаться, короче, он просто сейчас нужно не наделать глупости. У него очень хорошая позиция, то есть это сейчас алмаз, который нужно превратить к девятому числу в бриллиант и все, и больше ему по большому счету ничего не нужно. Все остальные кандидаты, они работают, как ни крути, они работают на него, а не на себя. Все. Спасибо. Так, хорошо, не знаю, не совсем согласна, но мы не согласимся, мы не для того собрались, чтобы, знаете, переубедить друг друга. Я предлагаю прокомментировать сейчас и показывать, что вы хотите комментировать. Кто этого хочет, тебя, Артем, я увидела, я просто думаю, Гульгаби сможет тоже что-то хочу сказать, но давайте, Артем. Коротко, я согласен с Регором, который говорил о том, что глубинные причины того, что происходит при политизации, это отсутствие репрессий и такая безнадега, отсутствие какой-то вообще надежды на то, что с Лукашенко может уже что-то измениться в лучшую сторону. Мы просто говорили о разных вещах. Я, как справедливо заметил, Сергей говорил о триггере, и как он несправедливо заметил, это не имеет значения. Это имеет серьезнейшее значение, и удивительно, что Сергей этого не понимает. Дело в том, что именно триггер, как правильно заметил Виталий Шкляров, это то, на чем можно строить эффективную коммуникацию непосредственно сейчас, потому что очевидно, что тема пандемии, она выстреливает в массовом сознании и будет в нем выстреливать какое-то еще время. И я думаю, что именно ее будут ставить в центр своей критики в адрес власти многие из тех, кто будет оставаться в компании из оппонентов. но это все никак не отменяет того факта, что причины, глубинные причины, конечно же, важнее. И я снова здесь не до конца понимаю, с кем спорит Сергей, потому что это такая интересная черта удовлетворенно спорить с отсутствующим аргументом. Никто не говорил, что причины менее важны, чем триггер. Дальше, по поводу прозападности, которая поднимается в комментариях, в чате, и мы немножко тоже говорили, тут было бы странно ожидать, что кто-то из действующих кандидатов стал бы выступать с прозападных позиций по двум причинам. Во-первых, потому что Лукашенко дал очевидный повод критиковать его и за то, что он не справляется с нормальными отношениями с Россией. Это просто стало в последние годы очевидно, что Лукашенко перестал выстраивать нормальные отношения с Россией. И кроме того, важно понимать, что строить компанию на прозападность, как и на пророссийскости, Беларуси невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что в Беларуси есть довольно консенсус широкий в отношении того, каким должно быть внешнее позиционирование. Это вот нейтралитет, это вот дружить со всеми, насколько бы аморфным и маловероятным это не было. Но если вы задаете в опросах, кроме жесткого ЕС или Россия, добавляете нейтральные опции, они всегда побеждают. И это сегодня понимает и Лукашенко, это понимают все его сегодняшние альтернативные кандидаты от Тихановского до Бабарики. Поэтому они не могут позволить себе занимать позицией по краям, потому что они все-таки борются за реальный электорат, а не за электорат, скажем так, партийный. И вторая причина, потому что внешняя политика сегодня периферийная тема для массового сознания. Она волнует обозревателей, она волнует в Фейсбук, она волнует тех, кто читает в легкой дрожи новости об интеграции, но сегодня доминирующая тематика внутренняя, и поэтому пытаться строить свою всю идентичность на «я про российский, я про запад», это просто было мимо, мимо общественного запроса. Поэтому неудивительно, что эта тема и сейчас, пока об этом журналисты сами не спросят кандидатов, она не появляется в риторике. И давайте смотреть все-таки правде в глаза. В Беларуси сменить Лукашенко не сможет человек, который занимает, открыто занимает. Какой бы интересный фактор о прогнозе поведения самих кандидатов, Бабарики, Тихановского, я думаю, что согласен здесь с Виталием Шкляровым и с многими другими, кто говорил о том, что очень сложно предсказать то, как будет развиваться план действий и стратегии этих и Бабарики, и Тихановского, и даже Цепкала, потому что она меняется в процессе. Они действительно меняются, причем, мне кажется, даже в незапланированном для себя режиме. И тот же Бабарик в течение недели говорит, я не буду оставаться в политике, если проиграю, я подумаю над этим, я теперь не могу бросить своих сторонников. Потом он говорит, что я иду не на войну, а за тем, что если мои сторонники будут на площади, то я к ним присоединюсь. Посмотрим, что он будет говорить, словно говоря, в августе. То есть тут очень сложно опираться на их сегодняшние обещания и планы, как на что-то предопределяющее их поведение. Мы можем даже от этого на самом деле отвлечься. По поводу пророссийской поддержки Бабарико и других кандидатов. Все-таки на чуточку есть. У Бабарико некоторые телеграм-каналы высказываются в таком добродушном ключе и русле, но здесь важно понимать, что он, как и почти все сегодня альтернативные кандидаты, которые есть на арене, в принципе, для многих в России были бы меньшим узлом по сравнению с Лукашенко. Может быть, не для Путина, который искренне такой инертный, консервативный человек, который не любит беспорядка там, где все работает приемлемо. Но я вполне себе допускаю, что люди, которых можно назвать такими российскими системными либералами, российскими такими технократами во власти, вот этими людьми из нефтяного газового сектора, им было бы проще работать с человеком, который не занимает более прозападную позицию, чем Лукашенко, по крайней мере, не явно выражено, но более договороспособен, менее эмоционален, более привержен каким-то понятным рыночным механизмам и правилам разговора, и поэтому я не удивлюсь, что многие акторы в России будут абсолютно искренне топить за Бабарико, что не будет означать, что он их агент влияния. Это абсолютно два разных аргумента. Вот, наверное, я здесь остановлюсь. Спасибо. Очень интересный вопрос Яна Филишкин задает, и я прошу вначале, может быть, Рыгора ответит на него. Вообще, насколько вероятно, что не зарегистрируют ни Бабарико, ни Цыпкало и посадят Тихановского, и кого-то зарегистрируют. Ну, чему пене, в принципе. Ну, я думаю, что Тихановского можно, чтобы он еще не отсидел сутки, чтобы он не автоматично может поехать в центр изоляции. Ну, Цыпкало, я думаю, просто наводь не сдвольно собрать 100 тысяч подписов, чтобы кто-то так само есть формально и включая на копию не регистровать. Выпадку Бабарико, ну, я думаю, что это верно есть. Но, мы будем, конечно, это глядеть по теме, как будет истить кампания, но, кали, саправды, это будет выглядеть так. Ну, я думаю, что все такие хюстники, социологичные доследования с того боку, то, кали они будут збачить, что он опереджает, ну, ци идеи, умовно кажучи, кали его есть тренд значимый на повышение, то, я думаю, они могут его изнять. Мы, в целом, как-то не затронули фактически именно собственную электоральную сторону, но, вы знаете, времени уже очень много, я поэтому просто в двух словах, кроме этого фактора детей, которые, кстати, отчетливо очень просматриваются, прослушиваются в свободном микрофоне Тихановского, где там каждый четвертый, наверное, говорит, что нам уже, может, и ничего не надо, но вот детям, детям и детям. И второй еще один электоральный именно фактор, то есть, который и влияет и на настроение, но и не только, на количество участников политического процесса, это карантин и трудовая миграция, которая оставила внутри страны очень большое число людей, которые будут вынуждены принимать участие или уклоняться от тех политических процессов, которые в ней происходят. Их не было в стране ни на одних предыдущих выборах. И я прошу Юру Дракохруста прокомментировать все здесь услышанное, может быть, с кем-то поспорить. Я поспробую быть коротким, как бы и иншие могли выказаться. Я хотел бы дать один отказ на питание Яна Усеюшкина свой и задать одно питание. Я написал Бабарыку и Цепкалу, но мне здаётся, что то, что снялся Гайдукевич, это уже свечение того, что их не снялся. У меня такое отчувание, что если бы был план снять, то Гайдукевич бы не снялся. Гайдукевич потребный для явки, для альтернативы, а по кольке его прибрали, видовочно, что его прибрали, то для того, чтобы все по неких причинах вырешили, что при нам сика гості цепы барыку, цепкалу, но их обо двух убирать нельга. И пытание у меня, чому зарегистравали Тихановскую. Ну да, его не зарегистравали, але яе зарегистравали, бо калі б яе не было, не ведаю, ці став бы ладзіць Тихановский пікет і вакол не помніщава. Тут все ж таки мне здається фактор самой выборчай кампании нельга недооценивать. В тем сенсі, што просто Тихановскому выйзти на вулицю і сказати хлопці девки давайте ми зладзім революцію, ну это так не пайшло. В этом сенсі многие звернули увагу на пэвну парадокс, што призывы, заклики Тихановського за байкот, фактично за байкот, за выборы без Лукашенки, но ані будуть Лукашенком, а люди шлі подписываць за Тихановську. Вот. І чому это допустіли? По ідеї ну этого з пункту гледження улады не трэба было таму тады этот протест ці адразу б став якби революційны, на што махчыма не гатовы были бы людзі. Ну вот махчыма я не просто допустіли памылку ці недалічілі, потому што пакуль вот эти две плыні, про які усі говорили, якби ну плынь Тихановськага такіх злых і плынь бабарикі таксама злых но памярковных. Аны пакуль ідуть параллельна, а вот калі якби ані не ішлі параллельна ад самага пачатку, то махчыма якби ані не патрымлівалі, не давалі ну тось памяжімі не было той синергії, якая па-моему пакуль яна ёсць. І вот ў мене просто пытання, чаму аны это допустіли. Тут по поводу Гайдукевича в ФБ ходят ровно две версії. Одна, що він не нужен як спойлер, і тому йому вели сняться. Вторая была высказана ще в ноябре Сергеем Чалком, который сказав, що «Если нас ждет десятый год, то есть побоище, надо наблюдать за Гайдукевичем, он снимется, он йдет с линии огня». Так что... А можна вопрос, что бы грозило Гайдукевичу в случае побоища? Случайно бы за ним пришли и... Розительно рассказал это во время на интервью на Еврорадио. То есть он считает, что репутации и... Ну то есть что личная опасность участия в побоище настолько высока, даже если ты просто кандидат и не рядом. И, кстати, мы это видели. То есть кандидатов задерживали в 10-х году и тех, кто не был на площади. Так что он просто прав. Ну это правда опасно и он не хочет рисковать собой. Ну знаете, мы не вправе от него этого требовать. Так что а что касается Тихановского, почему зарегистрировали? У меня такого прямого ответа нету, но я вижу, что его не только зарегистрировали, но ему позволяют ездить по стране. И сегодня как раз-таки Гайдукевич удивлялся в интервью в Еврорадио, почему собственно ему продолжают позволять ездить по стране, поскольку оснований у наших властей для остановить его в любой момент достаточно, они умеют их придумывать буквально на ходу. У меня есть только своя личная версия, я прошу высказаться других, почему это происходит. Мне кажется, что реакция на Королу вообще показывает, что оценка опасности и рисков во дворце действительно как-то совсем плохонько с этим стало. они совсем не понимают, что реально опасно, а что нет. Они сумели за очень короткий срок буквально радикализировать настроение всей сферы образования, всех родителей, всех гастарбайтеров, всего фактически врачебного сообщества. Это поколение, между прочим, и у нас в стране, и в любой другой стране, ну то есть они, как правило, даже семьи, это же целые кусты. И мне кажется, они просто не оценивают опасность рисков. Им кажется, что Лукашенко может прекрасно, победоносно выглядеть, именно повергая каких-то мощных соперников. Им кажется, что у них достаточно инструментов, чтобы остановить это в любой момент. Если у кого-то есть другие ответы или дополнения, я с удовольствием дам слово, дайте знать как-нибудь. Ну я вижу две руки, я вижу то, что Сергей Чалый просит опять секунд высказаться, я вижу от Галины Кашевской вопрос, будут ли вопросы на то, что написано в чате, поэтому не знаю, Валерия. Я даже не знаю, какое решение принять по вопросу в чате, потому что это такие еще полчаса, а уже мы полтора часа разговариваю, поэтому тоже да, еще Макс просто одну минуту. И я видела, давайте Макс выскажитесь, а мы сейчас попробуем уточнить. Я патем может трошки навязать до того, про что казалась подарня Роза, мы воголь не закрямнули тему молодзи протестационного потенциалу, не падается гэта тема, но это на особную встречу и размогу, то, что никто с кандидатом, не падается и оппозиционных, и новых надзей и воголь влады не до конца ведает то, что робить новым покалением сегодняшних 18-20-22 годов. Это остается питание до всех. Так само в этой компании мне падается, что все ведут, как выборы закончатся и что все закончатся в первом туре, поэтому нужно смотреть больше на мягчимость развития потенциала иных кандидатов, которые хотят быть и позиции, и позиции, и в этом керунку мне очень интересно будет назвать за миновитых этой компании, тем более, что в этой электорат, который лукашенковский, он в этой ситуации очень размытый, и тут интересно назвать, кто, кому и кольки людей заберет. Потому что это нам очень тяжело сказать, когда мы глядим на Цепкалу, глядим на Бабарыка, глядим на Дмитриева, кто, кому, я думаю, будет очень нейтрально заберет Дмитриеву, но в общем это переплывы электората иные очень интересные. И то, что я сподевался почувствовать, но уже не было часа, но то, что отличается развитие социальных медиаев, мне падается, как я это называю, что нет этого недооценивать, но так само давайте не будем переоценивать этого фактора, я сгодно абсолютно Сергеем Чалом, что это не мета. Надо память про то, что мы называем на Facebook, на Instagram, мы живем, пусть наша комьюнити, это трошки информационная бурбалка. Это подтвердит то, что когда мы повлидим на все это питание по выборам, на ильичных сервисах, где промахают сразу по барыкам, 60-70%, это не до конца мне подается безродно с правдой. Поэтому в Беларусе такая специфика, что это довольно относно, ищет креном, пошла развиваться медовида коммуникация политичная пошла развиваться относно недавно, но мне подается все-таки саправдной вулечной воголеполитичной активности. Она была в этом информационном пузыре, так она там и застается. В Беларусе будут такие факторы, когда саправдная кампания меня в медах в социальных медах, она саправдой вылется на саправдную политичную рычаистость. Я могу хутко зареаговать просто, что иншай немары чайсности и иншых дадзиных у нас нема кроме дадзиных з интернету тут бая и социальных сеток. Социологии у нас на этой кампании не будет нияк их за все. И кроме того, что мы побачим на пикетах, на митингах, концертах по тримку кандидатов, на пытанках на сайтах и у социальных сетках иншага у нас не будзе на чём грунтоваць своя прогнозы и дадзиные. У Лукашэнки и вауладов будзе, тому их рашэнни прай регистрацей вельмі цяжка прогнозаваць. И отказываючись Сергею про позиционавання. Одно иншому не замінае. Позиционавання без реализации немае сэнсу. Просто Цехановскі гэтае позиционавання сродками коммунікацій річбам і платформамі робіць пакуй, што значна лепш за бабарыку. І гэта тычыцца ягонай мовы, якой он размуляе пачас лайфстрымаў, гэта тычыцца уласна фармулявання ягонных мэсэджаў на ютубе ў каналі Страна для Жизні, гэта тычыцца ўсіх ягоных інтервюк. Алі пры гэтым, калі прановуючыць з іншымі кампаніями, я не думаю, што гэтае людзі працавалі з некімі стратэгамі, коммунікаційнамі геніями, тыпу Віталія тут прысутнага, гэта хучыцца робіцца на пацвядомому зровні. І калі ішчыра кажучы, гледчы на кампанію бабарыкі, не здаецца, що робіцца купляння коммунікацій настільки хаотична, що будя моменту ближайші тижні, він зробіт такий прокол, празікіні можуть вельмі емоціно потірпіти. Тому що ніхто реально не контролює. Поглядає, що це все робіцца вельмі імпульсивно і з імпровизацій. Ну, запомнім этот твіт. Артім, тут прежде всього к тебе вопрос от Галины Каширської по поводу інтересів бізнесу, як я розумію, масового... Не-не, Валерия, його вопрос был конкретний про приглашення експертов, і тут процитирую Мчалова, коли його важливо процитувати, якого значення це не має. Він абсолютно верно це сказав. Я считаю, що це рутинна процедура приглашення експертов независимого того ж Павла Данейка і многих інших. Раньше там ще Романчук сидів в бізнес-совете, я думаю, його тож привлекали к разным стратегиям. Я не вижу здесь прямої связи с выборами, потому що Министерства економіки і інші відомства, які роботують з економічною політикою, чи хоча б з написанням буважок по економічною політики, вони роботують в своєм ритмі і в своєм режимі, в своєм такому форматі, який завжди подразуміває какую-то інклюзивність по отношению к независимому експерту. А потім це просто Лукашенко игнорирує. То есть це никак не не іскажається сейчас. Я ще хочу на два вопроса отреагувати з чата. Реакція Евросоюза от Олі Дрендової вопрос, реакція Евросоюза в случае массовых репресій. Ну, конечно же, вопрос в том, какие будут репресії. Я думаю, что есть довольно понятна черта, разлом, це политзаключенна. Якщо политичні противники Лукашенко, включая Тихановського, називає качественно другую реакцію Евросоюза, а не только заявление. Я сомневаюсь, что это будут санкции образца 2011 года, потому что все-таки инерция пяти лет даст о себе знать. Понимание, что выталкивать Беларусь обратно в бесперспективное общение только с Россией, оно не идет никому на пользу. Это все тоже есть. И поэтому я думаю, что ответ будет слабее от Евросоюза в случае повторения 2010 года. Но я думаю, что и власть, понимая, условно говоря, что как в 2017 году можно разогнать, быстренько всех выпустить и завершить там уголовное дело и на этом решить проблему, но не создать проблем с Евросоюзом, что власть поступит примерно так же, если будет выбран сценарий жестких репрессий, что это будет репрессия и быстрый откат, чтобы дать Евросоюзу возможность сохранить лицо. И последний вопрос, который я хочу прокомментировать из чата по поводу возможных стратегий. Байкот, всеобщая забастовка, развитие партий с массовым членством и площадь. Все практически нет. Байкот это стратегия самооправдания за бездействие, она незаметна никогда, она ни разу в истории человечества не работала на выборах, она может работать, я не знаю, в каких обстоятельствах в Дуарусе. Всеобщая забастовка и развитие партий с массовым членством, просто мне кажется, что и то, и то, это неадекватные ситуации, каналы для выражения этого народного недовольства и этой политизации. Все-таки забастовка, экономический кризис, это какой-то будет восприниматься как немножко выстрел в ногу, я думаю, для большинства людей. В Беларуси нет широкой забастовочной традиции. Развитие партий с массовым членством, ну, если Баварика объявит создание партии, я думаю, она наберет какое-то серьезное членство в первое время, а хотя может, ну, и при этом может со временем просто стать очередным рухом за свободу, который имел много надежд, а потом скатился как бы в то, что мы сегодня видим. И единственный из этих вариантов, которые вот вы описали, Екатерина, реалистичны, это площадь. Уже об этом сегодня открыто все говорят, и Тихановский призывает открыто, и я согласен, что скорее всего она в этом году будет рассредоточена, она будет по регионам, то, о чем говорил Сергей, что это растянет ресурсы силовиков. Это интересный и новый для Беларуси феномен, потому что раньше протесты шли либо в регионах, либо в Минске, либо по очереди, одновременно мы такого не видели. Я думаю, что это предопределит довольно жесткую превентивную реакцию власти, то есть не будет власть дожидаться момента выплеска вот этого 8 августа. И именно от глубины репрессий накануне, от глубины запугивания накануне выборов будет зависеть массовость площади. Все-таки электорат Бабарико, мне кажется, в своей массе под дубинки ложиться не готов. И поэтому я бы не питал иллюзий насчет возможности повторения 2010 года как в размахе репрессий и в их продолжительности, так и в размахе такого пикового массового выступления в центре Минска. Понятно, спасибо. Какие-то Можно комментарии? Да, На что я, в общем-то, обращаю внимание? Почему? Потому что вокруг меня, в общем-то, много друзей, коллеги. Это малый бизнес, который был, в общем-то, вы знаете, последние годы вытеснен из, так сказать, диалога с государством, как вы знаете, эти советы по развитию предпринимательства при президенте. И здесь на что я обращаю внимание, что именно сейчас малый и средний бизнес, они его вытолкнули когда-то, сейчас они его пригласили на разработку правительственную программу, будут разрабатывать правительственную. Но самое интересное, что там прозвучало, мол, Дайнека, это идеологический партнер, коллега, Бабарики. Понимаете, что это, получается, он будет работать на, как бы, власть, правительства, можно сказать, на президента. И в то же самое время он идеологический коллега Бабарики. То есть вот я почему-то на это обратила внимание, но вокруг меня еще малый бизнес, мне интересно, что по этому поводу думаете. Они все говорят, что Бабарико выступает за, то есть что это, ну, будет преследовать соединение с Россией, они боятся. Если придет Бабарико, то это будет однозначно 31-я карта. Они называют все вот 31-ю карту и меня, можно сказать, мордой по столу, извините, с дукой, да? Вот. И поэтому даже не я первый раз такое услышала конкретно от разумных людей, так сказать, что пусть бы уже типа Лукашенко был, раз он сопротивляется вступлением в России. Вот что звучит. Почему я обратила внимание вот это время, как они нашли немножко привлечь этот, ну, как я это вижу. Не знаю, что за этим следует, возможно, ничего. Могу где-то согласиться. Понятно, спасибо. Этот вопрос, вот я насколько поняла, его вектор направлен прежде всего на вероятность большего союза с Россией, чем при Лукашенко. Ну, мне кажется, мы, я тоже встречаю огромное количество спекуляций на эти темы и ну, очень скептически к ним отношусь, потому что я не представляю, кто может быть большим сторонником союза с Россией, чем человек, который предложил и все эти годы реализовывает союзный договор 99-го года. Ну, то есть это уже просто не знаю, куда дольше-то и больше идти. Еще у нас вопросы. Антон, может быть, ты какие-то помещал, потому что тут эта лента, я не успеваю. Я ну, просил Валерий Карбалевич, я видел реплику. Валерий, давайте, может быть, включитесь. Включи мой микрофон. Да, говорите. Несколько коротких реплик. Слышно меня? Да. Да, отлично. Значит, ну, такая ситуация, которая сложилась сегодня, конечно, есть несколько чинников одразу, которые сапали, наклались одни на другое и стали триггером. Ну, як ведома, любая революция, есть на первых выник неадекватности влада. И вось як раз мы сегодня бачим подтверждение этого правила. Потому что тоя суплец неудалых кроков тут и реакция на пандемию, тут и ситуация у адукации, про что казала Роза, тут и экономицы, тут и шмат чого іншого. И таму, калі Рыгор чакает неких вот таких цікавых кроков з боку уладов, які яны зараз пропанують грамадству, я, наприклад, нічого не чакаю. Тому, что сегодняшняя улада мне падается ни на что, кроме неких брутальных рэчу. И я бы звернул увагу, что той першопачатковый сценарий уладов, в якій яны распрацавали, провести тихие, спокойные, техничные выборы, он поламався адразу. И сёння махчымасць уладов не як контроляваць, моделяваць выборчий процэс, яна вельми низкая. Вось. И мы сёння можем бачить такую ситуацию, якая не была николе ранее. Николе ранее на минулых выборах не было такой ситуации, как оппонент Лукашэнки отрымовав электоральную перемогу, отрымовав большим Лукашэнка. Заущёдэ Лукашэнка имеў большим яху оппонент. Ни 80%, ни 50%, ну, можа 40%, але ўсі астатнія отрымовалі меньш. А вось сёння мы можем отрымаць ситуацию, калі якраз оппонент, і найперш, я тут бачу бабарыка, можа отрымаць электоральную перемогу. І вось такая ситуация з'явіцца в першыню, як будуть реагаваць на ўсё гэта і уладная система, і грамадства, і міжнародная супольнаць. Это цікава. Тобок цепершня кампанія гэта тест на устойлівась рэжыма Лукашэнкі, на ё здольнаць трымаць контроль над грамадствам в умовах, калі улада страціла патрымку грамадства, калі улада страціла давер грамадства, і трэба утрымаць эту уладу тулькі на адных штыках. Це цікавий тест, і мені здається, це головна праблема, головне питання гэтай кампанія. Віталія Шклярова, а чоловік з-за океану с нами, поэтому давайте, да, давайте. Слушайте, здесь намного все быстрее уже в чате, отчасти Артем ответил, отчасти. Я просто поднимал руку, когда Ян задав очень хороший вопрос про снятие, і Юра его уже немножко ответил. Но вот то, що Регор сказав, я просто коротко одну реплику. Мне кажется, вопрос снятия однозначно возможен для всех, не будем строить люди, і здесь вопрос даже не в риторике, не в качестве сбора подписей, потому что, і как многие, допустим, аналитики говорят, що Лукашенко или режиму нужен спарринг-партнер. Мне кажется, що ніколи победа Лукашенко не була ні раньше, ні сейчас, і не буде доказана його легитимність в спаррингі с каким-то партнером. Це всегда достаточно авторитарне действо, і поэтому не будем строити люди, що, як Валерія правильно сказала, інструментів у них достаточно, щоб сняти, і поэтому вероятность того, що буде сняти прямо даже все, особливо, коли государь загнан в угол, і риторика, і обстоятельства, коронавірусу і обстоятельствами большой неподдержки серединаселения. І вот, ще раз повторюсь, в воскресенье таким огромным сбором підписей, що нове, це він все видит, це все у нього на столі. Я думаю, що рисковати ему лишний раз кому-то доказувати свою легитимність, которую он читає, абсолютно смысла нету, поэтому большой шанс, що могут всіх снять. Единственное, с точки зрения аргумент для регистрації, с точки зрения администрації президента, це якась допомога чи не допомога в їх уже существуючому плані виграці компанії президента. т.е. якщо кто-то із кандидатів президента сможет сыграти двійну ігру, де він, очевидно, не буде йти, скажімо там, вразрез, а буде создаватися іллюзія, що администрації президента їй удобен такий кандидат, тому, може отчасти сейчас Сергій ще й катається по країні, тому що пока їм це удобно, інакше, б, звісно, вже давно закрали, то я думаю, що на це можна було б сыграти, це була б красива виглядна гра, тому що будемо помнить, що це все-таки дурократы, які вистраили свій план, у них є своя идея победи і своя компанія, і вот любой, хто впишеться, хоча б маломальський, або сильно мешать не буде, його зарегистрюють, а вот потім можна було б, конечно же, менять стратегію, це, конечно, дуже цікаво стратегичний був би ход, але, тим не мене, якщо власть буде чувствувати большу угрозу, она її чувствує, очевидно, всі сказали це сьогодні, я думаю, що можуть снять прямо всіх, ніхто від цього, ні ОБСЕ, ні Європа, ні Брюссель, ні Вашингтон, вдруг не покачається головою, не скажуть, ой-ой-ой, посмотріте, який авторитарний режим в Беларусі, то есть, ми це вже проходили. Спасибо, в чаті просяться сам Сергій Чалый і ще інші інші люди дати їм слово, тому я передаю свою папку Сергею. Про колкости було странне замечання, на самом деле колкости возникли как раз из-за того, що я там, в общем, как это, що аналитики внезапно оказались комментаторами-аналитиками, а прогноз почему-то сработав у других людей, но це ладно. Я про другое, я полностью, полностью, вообще полностью не согласен с тем, що Борис Виталич, значит, потому що, ще раз говорю, його взгляд не учитывает неназуваемі вещи, а именно снятие Гайдукевича, да? Значит, второе, не речі не о якому ни спаррингі і ни о какому ни второму турі. Значит, для Лукашенко не является удобним сценарий выигрыша против, неважно, спарринк і спарринг против одного человека. Ще раз, для него гораздо сложнее оказаться в ситуации хуже, оказаться в ситуации одного противника, который будет пресонифицировать альтернативу і у которого будут не разнобой мнений, а какая-то отдельный меседж, да? І особенно второй тур в этой ситуации просто невозможен, потому что, ну, це буде столкновення взглядів і здесь Лукашенко несомненно проіграє. То, що робиться зараз, це то, що робиться в 2010 році, ось в чому логіка. Він виходить один против всей стаи, которая готова його рвати, він виходить і думає, що він йде побеждать. Именно поэтому там не нужны не помощники, не так дали. Ще раз, це то, що ми придумали ему когда-то в 96-м году, що він один против всіх і без оружія, він думає, що до сих пор це работает. Цей сценарій явно сейчас осуществляється. Нікає не второй тур, нічого попытки «давайте його там сейчас со всех сторон рвати», «ребята, це именно то, що він хоче». Ему нужно на самом деле совершенно против, в этой ситуации нужна совершенно противоположна вещь. Ему нужно ставить конкретну персонифицировану альтернативу с конкретним посылом, не розмазыванием його, а там, де действительно это вынуждено було відвичати. Кусання стаи с разных сторон это ровно то, що він хоче. Можна сказати, які немелкі шавки не можуть прыгнути не выше колена. Вот о чому речі. Понятно. Я б хотела, знаєте, на минутку тут высказались интересные идеи, но ми все це видим, що фактически вот эти две фаворитные компании Папорики і Тихановського, які обращені і к разним соціальним стратам, і к разним, ну, як би це сказати, психотипам, темпераментам, що ли, человеческим. І вони як би действительно так дуже глубоко і багато беруть симпатії, і Франок, і Виталий висказувались як би в пользу того, що можна ли, ну, не об'єднення, якась-то координація і самая простое, што влада робяць ідеальна уся гэте гады, я не свараць, я не сутыкаюць льбамі. Я ўжо зараз чувад людзей, які працююць і з Тихановським, і з Бабариком, што ніколі ўже ціны не пойдуць разом, я не адно-адного колюць, укалываюць, часам адмыслова, часам выпадкова, закідгаюць розны інсайты адно на адного, улада, заржавные каналы мочаць адмыслова, што вот Бабарыка проросейські, главя пабликація в Беларусь сьогодні, так, кой, не гаркова лешча, вглядая на тое, што яны зробіць ўсё, каб іх перасварыць, каб ніяким чинам координація не було. Адіная координація може біць ваколу площу, але мені здаеце, што Бабарыке ўсё-таки кішка танка, каб закликась на площу пры любых умовах, навад калі ён будзе очувать своё суперлидерство, всё-таки не той типаж, не той психотип, як ви казалися. Дякую. Віталь? Добавлю коротко до франка. Дело в том, що це нормально, що у них у всіх дозна бать своя риторика, і в цьому свыслі я мав віду растягивати риторичі у кожного свій фланг і у кожного своя цілева аудиторія. Нейт смысл Бабаріка или Цикала йти за молодёжю, яка дуже добре представлена Сергеем или його супругою. Поэтому на етапі до регистрації якщо мількість і його мобилизувати, наскільки це можливо. Другой вопрос, хто з них зарегистрирує? Кого зарегистрирує? Так вот, якщо кого-то зарегистрирує, то в тому случае, мені кажеться, совершенно нормально, як це часто делається, було б хорошо объєднення і призыв всіх вместе допомогати одному-единеному зарегистрируємому. Вопрос в другому, наскільки у них, у кожного, і тут ми побачимо серйозність їх намерений і йогоцентричність кожного із кандидатів, наскільки у них хватить силу волі либо желання дальше допомогати, чи це все-таки личний проект, лично-политична амбіція? Я не кажу, що второй вариант, второй тур, це варіант розвитку событий, абсолютно ні. Але, Сергей, помните, що у нас ми говоримо о трех хороших сильних кандидатах, які легко із 15 снимаються і виводиться люба пустышка, в якій буде красиво кричати про оппозицію що угодно, бо главное, що картинка покажет, що є оппозиційний кандидат, і Олександр Григорьович буде про це трубити на весь світ, щоб спорити на демократичні выбори. Вопрос тут не в тому, що потрібно розтягувати електорат. Конечно, за одного кандидата і в цьому спаррингу і проти одного його буде тяжелее роботати. Це понятно. Другой вопрос, що, хто буде цей один? І тут у нас всіх одна єдинна задача, щоб хтось із трьох адекватних чи двох чи трьох адекватних людей, які відчаються качественно, ми з цим согласні, кожен по-своєму із 15 зарегистрованних інститутних груп, хтось із них попав, і остальні два условно підтягнули свій електорат потім поможуть цьому одному. Я думаю, тогда, по крайней мере, є можливість дуже сильно пошуметь і вивести дуже багато людей на избирательній відчастки, тим самим показати другу статистику. Дякую, але ви знаєте, тут ще такий момент, від Сергій не вполне самостоятельний в тому смысл, що він роботає з Статкевичем, і Статкевич, я не представляю ситуацій, в якій він може поделитися своєю славою, просто не представляю. Статкевича, мені кажучи, вже немає. ми якось так привыкли говорити, що має значення ці фамилии людей, мені кажучи, що люди виходять за Тихановськими, з більшого не важливо, яку позицію займає чи не займає Статкевич. Це правда? Ну, да, ладно. Так, які у нас ще виправи остались? Ольга, Ольга, Ольга хотела высказатися. Да. Ми тебе дадим їй слово. Слышно мене? Да, слышно. Слышно, да. Здравствуйте, безпеки. Я хотела бы сказати отдельно о позиції номенклатуры, ведь за Бабарыка на самом деле не слышно. Не слышно? Так, сейчас давайте проверим звук. Сейчас. А другим слышно? Может, это у мене штось звуком слышно? Нет, ну тихо слышно, тихо, очень звук такой, сдавленый. А так не слышно вообще, к сожалению. Так вообще не слышно. Так, сейчас слышно? О, да, да. слышно, нет? Да, да, сейчас слышно. Хорошо. Я хотела сказать относительно позиции номенклатуры. Она выпадает пока что из анализа почти о ней. Я бы хотела сказать, что на мой взгляд достаточно многие из действующей номенклатуры и из отставной номенклатуры это люди, которые активно поддерживают сегодня Бабарико. Я просто среди моих знакомых таких людей вполне достаточно. Я сама вошла в инициативную группу двух кандидатов Бабарико и Цепкало. Я считаю, что им необходимо объединить свой потенциал, потому что у Цепкало тоже есть определенный круг сторонников. И тут реально может быть кумулятивный эффект. И на мой взгляд сложно, конечно, прогнозировать то, что будет 9 числа, 9 августа. Меня больше интересует то, что будет после этого в ближайшие 2-3 года. Мне кажется, что впереди нас ждет большая экономическая катастрофа. И здесь решать судьбу власти будет именно номенклатура. Не выход людей на улицы, потому что сегодня уже кипящее настроение, они совершенно очевидны. Я согласна абсолютно с теми, кто говорил, что коронавирус стал триггером и вытащил наружу, ускорил те процессы, которые начались раньше. Они носили такой спорадический характер, шли часто в скрытом в латентном виде, но недовольство накапливалось, оно росло примерно были даже эпизоды, я помню, в 2007 году. Об этом мало кто знает, но я хочу вам сказать, что по поводу ситуации с отменой льгот ко мне обращались люди, которые просили возглавить их выход на площадь в день принятия этого закона. Большая группа, причем это были титульные старики, и за ними стояли общественные организации, причем прогосударственные, проправительственные, они правда клялись, что они выйдут с государственными флагами и с песнями военных времен, но тем не менее они хотели вызвать огонь на себя, и они готовились выйти в день принятия закона к Дому правительства. Я вынуждена была отказаться, поскольку я должна была хотя бы одна проголосовать против публично, и я очень жалела их, я ждала оппозицию, но недовольство, следовое отражение этого было очень большое, руководители этих организаций в последующем, некоторые из них были моими избирателями, говорили, что они навсегда утратили доверие к этой власти, то есть эрозия начиналась уже вот этот конец этого общественного договора, который был, она начиналась тогда, то, что второй удар мощный был, я не беру все кризисы, я скажу о моральном ударе, который был нанесен, конечно, это антитунеядское законодательство, я писала, единственное из всех, я написала в свободных новостях, что люди выйдут, я сама сказала, я указала, что я тоже приду на этот митинг, хотя я не являюсь пострадавшей, но в качестве солидарности там было этого очень много, пошел тогда раскол сознания, просто вот эта картина мира стала распадаться, она стала раскалываться, и обратите внимание, просто я думаю, что все присутствующие здесь в той или иной мере читают мимику и жесты, как положено, в общем-то картинку снимаешь и смотришь, что стоит за поведением участников, особенно больших совещаний, это бывает в палате представителей, когда Лукашенко выступает с своим посланием, последние годы очень интересно это наблюдать, там, где идет не в записи, а идет прямая трансляция, реакция на выступления, особенно министров, особенно людей, стоящих на верхушке пирамиды, и также, посмотрите, особенно меня поразили последние совещания, которые проводились уже в период коронавируса, там настолько, там и жесты, и мимика, и глаза, и главное, почти все перестали писать, впервые это за многие десятилетия на моей памяти, мало кто, за исключением Сергеенко, демонстрирует такую преданность и подчеркнуто записывает высказывания, сейчас это такая скрытая нелояльность, когда людей вытаскивают посреди коронавируса с риском для жизни их и их близких, причем главное лицо сидит на дистанции, их рассаживают демонстративно сначала рядом друг с другом, без масок и все это в выходной день еще одно из совещаний. Там было, там не только главный вирусолог страны демонстрировал состояние просто отчаяния и думания о чем-то очень тяжелом, там примерно так же выглядел и Равков и некоторые другие участники совещания. Вот эти вещи, они каждая по-своему свидетельствует о том, что не все то, что происходит сейчас выборами, это только верхушка это очень много, очень много, потому что действительно то, что Бабарыка сумел за три дня собрать через соцсети такое количество людей, да, конечно, такие, как я, собирать подписи не пойдут, но я обзвонила несколько десятков, около сотни знакомых и договорилась с ними, что они придут и поставят подписи, причем это совпадает с их собственными ожиданиями и желаниями. Естественно, довольно долго пришлось разговаривать, потому что у каждого наболело, понимаете, это общая картина. Нельзя сказать, что сейчас прямо произойдет радикальное изменение, но то, что оно ждет нас в ближайшие годы, два-три года самое большее. Ольга, да, спасибо вам за вашу реплику, я вот что скажу, знаете, ваше выступление обращаю внимание две вещи. Первое, да, статус-кво в стране, там, не знаю, возмущение политикой Лукашенко и даже среди номерклатуры случаются у нас то и дело, они там то повышаются, то понижаются. И каждый раз, каждый, каждый раз всегда говорят, говорится одно, надо это отложить на послевыборов, после выборов через год он точно полетит. Нас ждет кризис, нас ждет то-то, что-то и еще что-то. И самая большая форма протеста, которой мне позволяют эти замечательные люди, это не записывать за вождем. Ну, знаете, так можно ждать их действий, еще, ну, вот мы уже 26 лет ждем, и столько же примерно можно их еще ждать. Я понимаю, но моя точка зрения не плохая. Поэтому, мне кажется, сейчас, когда идет эта волна, это действительно что-то может принести. Если это откладывать на после выборов, это просто забыть до следующего. Откладывать никто не будет. Посмотрим, как распорядятся обстоятельства. Я не говорю, что я права с моей точки зрения. Без участия номенклатуры, без присоединения ее к процессу отражения и пересмотра устоев и изменения правил, я думаю, что ничего не произойдет. Она должна... И Бабарыка здесь, кстати, посланник. Вполне реальный. Так, хорошо, друзья, давайте, наверное, все-таки завершаться. Я скажу, что вообще очень это интересно. И каждый день переносят новые и новые поводы и поразмышлять, и попытаться все-таки предвидеть какое-то будущее или его варианты. И мы собираемся в пресс-клубе и с нашим мнением и бисом провести обсуждение, насколько я помню, следующее 5 июня. Мы вам всем пришлем приглашение. В этот раз будет вести Вадим Можейко. Мы обсудим опять ситуацию с коронавирусом, потому что я... И я не согласна... Ну, во-первых, поскольку это вопросы безопасности, во-вторых, это все-таки я считаю инструмент власти. И несмотря на то, что мы все знаем, какой человек чеплавный, скажем, Александр Лукашенко и как он не любит давать задний ход, тем не менее, думаю, что это все равно нельзя сбрасывать со счетов как минимум. И сам ход избирательной кампании и мы с Вадимом предполагали пригласить лидеров штабов или представителей штабов кандидатов. Так что прошу вас всех присоединяться к этому обсуждению, которое состоится 5 июня. Ну, а сейчас всем огромное спасибо. У нас вот так широко географически даже представлено было обсуждение. И до новых встреч. И мы вышли, да, мы всегда готовим по итогам обсуждения что-то вроде стенограммы с изложением основных тезисов, что вот и позволяет Сергею Чалому сегодня так с высока поглядывать на ФБ публику, поскольку ряд трендов он очень ясно выделил и в частности и деталей. Вот, и мы разошлем вам эти стенограммы, чтобы вы увидели и будет запись скорее всего этого, да, Антон, видео? Да, будет запись, будет стенограмма. Исключения, о которых мы тут говорили. Будет запись, будет стенограмма, с исключением, о которых мы говорили. Будет даже перевод на английский этой стенограммы. И я хочу еще сказать, что в связи со всем, что происходит в стране, мы приняли решение, да, вместе с Битвом и вместе с нашим мнением о том, что мы будем проводить экспертно-артические клубы сейчас стараться два раза в месяц на протяжении лета. Так что, да, мы собираемся вас приглашать и мы вас с удовольствием ждем. Спасибо огромное всем.